Привет, друзья! Сегодня у нас задачка для шестых, седьмых, восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. В общем, для всех подойдёт. Нам дан большой квадрат, и в этом большом квадрате вот таким вот образом выделены три квадрата поменьше. Площадь большого 64, площадь маленького 16, а площадь среднего нам нужно найти. Ещё нам известно, что площадь вот этой вот оставшейся части, самого большого квадрата равна 232. Теперь можно ставить на паузу, друзья, и пытаться найти площадь этого оранжевого квадратика. Решать можно разными способами, но все они сводятся к тому, что мы должны с вами найти площадь вот этих вот квадратиков. Из 16 отлично извлекается корень, это 4, значит, сторона маленького квадрата это 4, корень 64 это 8, значит, сторона вот этого большого квадратика 8. Ну, а сторону оранжевого квадрата давайте обозначим за х. Тогда у нас становится известна сторона самого большого квадрата. Она чему будет равна? Она будет равна 8 плюс х плюс 4. Ну, и если возведём сторону квадрата в квадрат, как бы каламбурно это не звучало, мы получим с вами 232 плюс 64 плюс 16 плюс х квадрат. Это площадь нашего оранжевого квадрата. Ну, теперь остаётся раскрыть скобочки. 8 плюс 4 это 12. 12 плюс х квадрат и получаем 144 плюс х квадрат и плюс 24х. А справа получаем х квадрат плюс 64 плюс 16. Получаем 80. Итого получаем 312. Теперь х квадрат и х квадрат слева и справа у нас взаимоуничтожаются. Слева оставляем 24х. А вправо переносим 144. Получаем 312 минус 144. Это 168. А 168 делить на 24 это 7. 7 это сторона нашего оранжевого квадрата. Ну, а чтобы найти его площадь, нам нужно возвести х в квадрат. Получается 7 в квадрате. Это 49. И это, друзья мои, ответ на нашу задачу. Площадь оранжевого квадрата равна 49. Вот и вся задача. Если понравилось, ставьте лайки. На этом у меня всё, друзья. Спасибо за вашу любовь к геометрии. И пока. До новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok